Девушки отдыхают Но таксист настаивал, именно по этому адресу меня должен ждать работодатель Знаете, это реально стрёмно, когда у тебя встреча на кладбище Но Манильское кладбище оказалось не таким уже страшным Здесь почему-то была куча народу, женщины, дети, подростки И, что самое странное, все явно не грустили Пока я осматривался, появился и мой сегодняшний кладбищенский босс А вы по мою душу, да? Причём в прямом смысле этого слова Меня зовут Русарио Русарио, вы мой работодатель, да? Скажите, пожалуйста, что так много людей? Что все как-то довольны, бегают, радуются, прыгают? У вас поминальный день какой-то? Или похороны отмечают? Что случилось? Тю, да это просто местные, живут Стоп, в смысле живут на кладбище? Живые люди живут на кладбище? Я не ослышался, городское кладбище Манилы превратили в настоящий город Люди спят на могильных плитах, в гробнице оборудованной под магазины А в склепах что-то вроде детского садика Мой работодатель говорит, что население кладбища – миллион сто тысяч человек Сто тысяч живых и миллион… Понимаете? Немного ошарашенный я начал строить догадки Что же за работа меня сегодня ждёт? Я сегодня буду делать гробы Ха, размечтался Ай, нет, говорит, ты слишком элитна для тебя Розарио потащила меня к себе домой Хау, вы тут живёте, да? У Розарио по местным меркам элитное жильё Целый могильный склеп Даже проведено электричество Ну, разве что, вай-фая нет Снимаете, да, эту квартиру? В центре города, да, она у вас находится? Ну, можете себе это позволить, да? Ну, пойдём Наконец, Розарио объяснила, как появился этот кладбищенский жилмассив В Филиппины страдают перенаселённостью Сто лет назад люди решили уехать с города, так как там места нет И поселиться на кладбище Всё нормально, тут тихо, спокойно Никто не кричит Душевная атмосфера Слушать люди умеют Хороший выбор Ты не болтай Работа ждёт Розарио быстро растолковала, что к чему Короче, я понял, сегодня я буду мойщиком могил Зачем сбросить и мыть могилы? Ну, а как иначе? Это как уборка в доме Вообще, филипинцы очень чистоплотная нация Все могилы у них должны быть в идеальном состоянии Блестеть, быть чистенькими Потому что на этих могилах они делают абсолютно всё Играются, кушают, спят, ходят Перенаят детей, делают их Вот такой вот народ А чё грустить? Правильно, все ж там будем А чё вы обутыми на могилах? Люди моют их, а вы в обуви Когда я мыл 30-е надгробие Я наткнулся на конкурентов Воу-воу-воу-воу Это наши могилы, и мы их моем Чувак Здравствуйте Меня зовут Руру Меня зовут Кенбауэ Коллеги мы с тобой Ты тоже в детстве мечтал стать мойщиком могил? Пацан был не в восторге, что я отбираю его хлеб Но, оценив мои габариты, решил не возражать И чтобы хоть как-то подбодрить филиппинца Я решил поделиться с ним своим горьким жизненным опытом Ой, а ты говоришь, баба Ты понимаешь, если она тебе пилит Не надо что-то унижаться Не надо, ой, ой, зайчик, солнышко Подвернулся Включил телек, смотришь бокс или футбол Не надо, понимаешь? Не надо вот это, когда бабы доминируют в семье Ты же ни к чему не приводишь, брат Понимаешь? Всегда, всегда включай характер Раз поддался, и всё Всю жизнь так будет Братаны, понимаете, в чём дело? Обращайтесь Русиханумак, психолог вирепинский Звоните, давайте, хорош Конечно, философия философией А работа сама не делается Страшно даже представить Думали ли когда-то при жизни Антонио Бевилля и Розарио Ревилля Что Русиханумак Будет драйвить их могилы Никогда ничего не знаешь, что тебя ждёт Кстати, нужно отметить Что в могильном городке Очень хорошая инфраструктура Здесь есть абсолютно всё для жизни Кафешечки, магазинчики Ресторанчики Даже есть мини-казино Здесь официально можно жить только на могилах Твоих родственников То есть, соответственно, чем больше у тебя усопших Тем больше твоей недвижимости Но при желании каждый может себе арендовать могилку Это стоит 2 доллара в месяц Вот так вот А вы говорите, двушка в центре Пока Русик вкалывает на кладбище Давайте посмотрим, что же за работа попалась Андрею Работодатель, которого мне предстояло найти Носил гордое имя из испанского сериала Бедро Тут ничего удивительного В Филиппине долгое время были колонией Испании В моём конверте был указан адрес на окраине Манилы Это какое-то село Очень похоже на наше Но если бы не эти пальмы с кокосами Вообще бы идеальное сходство было Чистый воздух, мало транспорта Эх, сейчас бы ещё шашлычка сделать бы Когда я отыскал своего босса Тот, видите ли, прохлаждался в гамаке под пальмой Расча, вы Педро? Я Андрей Почему-то моё имя филиппинцу показалось жутко смешным Говорит, очень смешное имя у меня Ну не всем же Педрами быть Босс, куда идём работать? Педро оказался интриганом Загадочно улыбаясь, повёл меня чёрт знает куда Только презентовал по дороге шляпу Что, одевать? Как говорит мой работодатель Всё делал в шляпе Гоу! Интрига длилась недолго Педро свернул в поле Сюда? В огороды? Ну пойдём Мне кажется, вы слегонца переусердствовали поливкой огорода Филиппинские огороды по какой-то странной причине Были полностью залиты водой Как будто случилось наводнение Мы шли, шли, шли И вдруг очутились рядом с огромным быком Это что, бык? Это не обычный бык Это водный бык Карабао Кормилец Филиппин Карабао – это мощная 500-килограммовая животина Как сообщил мне Педро Обычно эти быки отличаются нереальной свирепостью Кстати, недавно был случай, когда бычара насмерть забодал филиппинского пенсионера Спахать надо здесь А что, здесь вода, что тут пахать? Вы же перелили тут Тут откачивать надо, а не пахать Ну пошли, что делать? Наконец, Педро соизволил открыть тайну Почему всё вокруг в воде? Всё понятно, почему здесь огороды залиты водой Здесь выращивают рис Рис любит воду Чем больше, тем лучше Кстати, бык очень похож на одного моего друга Антоху Что, Тоха, будем копать сегодня? Пахать? Один в один, Антоха, отвечаю Тут оказалось, что у меня будет ещё один наставник Знакомьтесь, это Хуан, помощник Педро Он ответственный за быка Я сегодня должен спахать километровый участок земли Для этого у меня 10 часов Обычный день обычного пахаря, такого как он Мне рассказали, как управлять этим быком Чтобы он пошёл вперёд, нужно сказать О, и он идёт Чтобы его остановить, нужно крикнуть ему Спасибо В принципе, азы управления понятны Поехали! О, удобрения! Я там не пойду! Первые 20 минут пахать вообще не проблема Ну, а вот потом усталость и жара дают о себе знать Очень жарко Чё ты останавливаешься? Очень хочется пить Он даже бык устал, уже идти не хочет Ап! Ау! Наверное, освежу его На, братанчик, на! Быка нужно поливать каждые 20 минут Чтоб он охлаждался Иначе чего доброго получит тепловой удар Говорят, по традиции Когда работаешь на быке, нужно петь Ой, чей-то быки де Красива гривонька Сподобалась мене Сподобалась мене Та филиппиночка! Кажется, из Андрея получился отличный укротитель быка А как обстоят дела у Русика? Я батрачил, не покладая рук Пока, наконец-то, не пришло время обеда Ну и слава богу, потому что я был зверски голодный Это мне, да? Спасибо Обеденный перерыв, так сказать Ну, из еды что? Из еды рис и курочка Очень, кстати, аппетитно выглядит Спасибо большое Ну, теперь расскажите, как живется? Оказывается, Розарио приехала жить на кладбище еще в молодости с мужем Сняли, так сказать, молодежное жилье Хотели выбиться в люди и заработать денег Но, видимо, что-то не получилось И Розарио осталось тут навсегда Теперь она вроде прораба над мойщиками могил Зарплата 75 долларов в месяц По местным меркам это неплохие деньги После обеда я решил прогуляться по кладбищу И между могил я обнаружил, угадайте, что? Баскетбольное кольцо Господи, тут на кладбище Организован досуг для молодежи Вы посмотрите Правильно все Пацаны отработали Помыли могилки И могут себе позволить немножко поиграть Пацаны, можно зайти? С вами можно? Папка показывает один раз Баскетбол не мое Вот, мыть могилы О, молодежь дуреет Альпийский рисует, смотри Так у нас пишут Здесь был Петя А тут Здесь будет Петя Ой, господи, прости Драя последние могильные плиты Я узнал интересный факт Оказывается, в Филиппинах очень любят петь Даже на кладбище есть караоке Вот только сейчас оно было закрыто Потому что на несколько дней Отключили электроэнергию Но это не остановило любителей музыки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Единая Украина Пам-пам-пара-пам-пам-пара-пам-пам-пам-пам-пам Воселкой играет У-у-у-у-у-у! Что ты назвал? Гэнда Гэнда Мой наем юс Ру-ру Ты очень талантливая девочка И ты достойна большого Вот возьми, отнаждь тебе подарок Это футболочка Это тебе Пи-би! Давайте споем розетка по всей украине для вас русик красавчик вымыл почти все могилы а что же андрюха что что андрюха андрюха пахал как проклятый не но что делать я ведь был кормильцем филиппинского народа рис у филиппинцев всему голова это основная еда что на завтрак рис что на обед рис что на ужин рис футбол шпак пиву рис ночь устал захотелось чего-то вкусненького открыл холодильник риф с меня сходил седьмой под когда пришло время обеда кушать педро пригласил к себе домой вот так вот люди живут дом состоит полностью из бамбука не считая крыши ну я так сказал бы экзотичненько в доме фермера не было никаких удобств только радио вентилятор до телек смахивающий на советский кровать бамбука здесь спят все дети их четверо у моего босса а на этой полу разрушенной кровати спит мой начальник женой конечно четверо детей и полуразрушенная кровать пойдемте к обеденному столу вау похоже на плов а чем кушать педро хуан ребята чем кушать руками ну после вас у педро был двухлитровый бутыль вина из местных фруктов хуан педро возьмите чашки давайте выпьем за мою коллегу забыка то дайте тоска забыка счастья ему здоровья долгие жизни работы хороший парень позитивно после обеда пришлось вернуться к работе я еще несколько часов вкалывал с быком под палящим солнцем наконец норма была выполнена я еле стоял на ногах ну шо братанчик какой ты уже братанчик ты коллега мой вот и подошла к концу наша с тобой плодотворная работа я хочу подарить тебе вот эту шляпу чтобы ты обо мне вспоминал хоть иногда и голову чтоб тебе не пекло все давай кент удачи братанчик оси сложная работа у тебя я устал как никогда в своей жизни у нас ефсе чуть не валясь от усталости я пришел к педро за гонораром все а я закончил хочешь бабосик ну держи спасибо три доллара я за целый день за эту адскую работу заработал всего-навсего три доллара ну и на этом спасибо братанчик давай только переступи порог да у плохая примета спасибо да андрюха сочувствую зарплаты тебе не повезло но посмотрим сколько денег получил русик я честно вымыл что могил ровно сотню ну что ж сразу я никогда не думал что такое скажу как-то в жизни но все могилки чистые работа выполнена это мне мы заработанные деньги знаете вот вы наверное первые работодатели моей жизни с которого не хочется брать деньги но увы таковы правила взять и их должен скажу правду я полностью психологические энергетические выжат ну такова работа вы главное держитесь все будет хорошо удачи вам спасибо большое русик получил всего два бакса на доллар меньше чем андрюха что сказать друзья с такими деньгами филиппинах особо не оторвешься но у ведущих впереди еще один день чтобы заработать денежку